МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О событиях сегодняшнего дня расскажем в материалах корреспондентов телекомпании Ирбис. В эфире новости. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. Главные события, факты и комментарии. Но вначале, как всегда, коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовить дома выгодней. Услуги ресторанов подорожали по всей стране. 54-летнего повладарца пришлось эвакуировать через окно во время пожара в частном доме. Снег и гололед в прогнозе. Как подготовились коммунальщики к непогоде? ПЕСНЯ РУССКАЯ, ШИРОКОЯ, МАКЕРНАЯ МУЗЫКА 40 лет исполнилось легендарному хору русской песни из Аксу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подарок с подвохом. Павлодарские зооволонтеры наконец-то дождались землю под строительство большого приюта для животных. Но вот радость была недолгой. Когда они увидели территорию, то обомлели. Вокруг горы мусора, а затраты на подведение коммуникаций людям самостоятельно покрыть будет нереально. Артем Буланов выехал на место. Вот такой вот, в кавычках, подарок получили павлодарские зооволонтеры. Это та самая земля, где должен быть возведен приют для бездомных животных. Но его аренда, строительство и подведение всех коммуникаций опять-таки ляжет на плечи самих людей. Как мы можем сейчас наблюдать, эта земля абсолютно не приспособлена сейчас под строительство, здесь везде кучи мусора, можно сказать, горы мусора. И, конечно же, людям сейчас стоит уповать только на какое-то чудо. Маленький кусочек земли волонтеры ждали почти 4 года. Сначала участок им обещали в доверительное управление, затем по меморандуму, следом в аренду, и вот дошли до торгов. На аукционе люди заплатили почти полтора миллиона тенге из собранных общими усилиями средств. Следом расходы начали накапливаться, как снежный ком. Ну вот, обнадежили мы и думали, что да, действительно, может быть, быстрее где-то купить в пригороде. Мы смотрели сельскую местность, но нам говорили, что вы, что вы, это же земля ветеринарии, давайте, пожалуйста, мы сюда. Вот все приюты переедут сюда. В итоге мы ждали эту землю 3 года 4 месяца. Сменилось 3 Акима, 2 руководителя области в ветеринарии. И вот в итоге нас вывели на торги, мы прошли торги на общих основаниях. И более того, когда мы понесли документы оформлять в ЦОН на границе участка, мы, оказывается, проходим там, как коммерческая земля. Потому что если бы строили гараж или дом, это бы стоило, допустим, 30 тысяч, но это коммерческая земля строительства приюта, оказывается. Это тоже для нас была новость, да. И мы заплатили 138 тысяч за установление границ этого участка. Подарком эту территорию точно не назовешь. Ко всем расходам прилагается ежегодная аренда оплата и налог на землю. Волонтеры в шоке. Благое дело теперь может вогнать их в беспросветные кредиты и долги. Ну, честно, руки опускаются, потому что, когда мы разговаривали, когда мы ходили на приемы к Акиму и к депутатам, нам говорили, да, конечно, поможем, скважину сделаем, свет проведем, участок огородим. А, как видите, нам даже неподготовленный участок дали. То есть это свалка, ее еще и нужно чистить. Я уже не говорю о том, что скважина в районе 300. Вот наши соседи бурили скважину, 300 тысяч отдали. Здесь 13,5 метров вода. Потому что воды здесь нет, как здесь быть без воды? И как здесь быть без света? То есть в первую очередь же нужно думать о людях, которые здесь будут работать. Волонтеры не могут без тепла, без воды и без света. Ну и попробуйте в 46 градусов на улице кормить собак, когда миски примерзают. Павлодарские волонтеры на разных участках в городе и за его пределами ухаживают почти за тысячи четвероногих. Это ежедневные траты на корм и лекарства. Начать строительство на этой территории попросту не могут. Даже на банальный забор нужны деньги. Надеются, что на них обратят внимание меценаты или крупный инвестор, как в Петропавловске, где местный олигарх сам построил приют для животных. Артем Буланов, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Павлодарца приговорили к пяти годам заключения за изнасилование женщины-инвалида. Преступление совершил в апреле этого года, будучи в алкогольном опьянении. Нужно отметить, что до оглашения он смог примириться с жертвой, но это не помогло остаться на свободе. Из зала суда Артем Клеван. Потерпевшая проживает в пригороде Павлодара. В ее дом 42-летний мужчина вошел без приглашения. Будучи пьяным, проник внутрь силы, схватил 56-летнюю женщину и надругался. Правда, до конца дело не довел. Зашла дочь жертвы и спугнула насильника. Мы установили, что потерпевшая у нас инвалид. Ввиду того, что у нее нет почек, она ездит на диализ. Кроме того, психическое состояние у нее тоже. Установлено, что она страдает умственной отсталостью, но при этом она может отдавать отчет своим действиям, давать показания на судебном заседании и понимать вообще события происходящего. Обвиняемый в суде вину признал, но просил не лишать свободы. Мол, есть дети, взял кредит и выплатил потерпевшей 3 миллиона тенге в качестве возмещения морального вреда. Женщина также заявила, что претензий не имеет. Тем не менее, преступление относится к тяжким и предусматривает только заключение. На основании части 3 статьи 58 Уголовного кодекса путем поглощения менее строгого наказания, более строгим, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Даже после оглашения обвиняемый просил изменить решение и назначить хотя бы 2-3 года заключения. Судья пояснила, что он имеет право подать апелляционную жалобу. Приговор не вступил в законную силу. Артем Клеван, Герман Сосновцев, телекомпания «Ирбис». Полицейские вытащили мужчину из загоревшегося дома в Павлодаре. Стражи порядка заметили дым и отправились на помощь, передает irbis.tv.kz. Об этом сегодня в обзоре социальных сетей, а также узнаем другие обсуждаемые темы дня. В полиции рассказали, пожар произошел по адресу Кривенко 79. Отправившиеся на место стражи порядка вызвали также спасателей и медиков. При этом, оказавшись у частного дома, кинулись на помощь мужчине. Он находился в шоковом состоянии. Потерпевший пояснил, что услышал стук и больше ничего не помнит. Между тем, в ДЧС региона уточнили. Спасенным оказался 54-летний мужчина. Пожар произошел на площади 15 квадратных метров. Горели деревянная обшивка и кровля. Мужчину, кинувшего курок на остановке по улице Турайгарова, заметили по камере наблюдения и патрульные прибыли на место. Учитывая неоспоримые доказательства, он получил штраф, передает rbstv.kz. По данному факту, мужчина привлечен к административной ответственности с наложением штрафа на общую сумму 18 360 тенге, сообщили полицейские. В комментариях люди поддержали стражи порядка и попросили обратить внимание на других хулиганов. Еще бы штрафовали за харчки. На остановках сплошь и рядом плюются. И женщины в том числе. Надо еще наказывать тех, кто с балкона выкидывает сигареты. Нужны камеры. Поставьте напротив дома камеры, и вы много получите оштрафованных лиц. Весь Павлодар в окурках. Кури сколько хочешь, но не на остановке, где люди ждут общественный транспорт. Из-за окурки надо больше штраф. Раза в три. С каким настроением ваш ребенок пошел в школу после каникул? Спросила телекомпания «Ирбис» у своих подписчиков. И вот популярные ответы. Сын девятый класс пошел с радостью. Выпускной класс ценят каждое мгновение, проведенное в школе. В приподнятом настроении и с широкой улыбкой. Я рада, что дети в школе. Добро пожаловать в магазин «Аквамир». Здесь вы найдете качественную сантехнику от проверенных брендов. Раковины для кухни, смесители, душевые стойки. Все для канализации, водопровода и отопления. Приходите. Комфорт может быть стильным и доступным. Действует скидка 10% на мойки и смесители за наличный расчет. С помощью краски решили бороться с наркотиками в Павлодаре. Молодежь при поддержке Акимата города, полицейских и общественников приняла участие в массовой акции по закрашиванию наркографити. За один день уничтожили десятки надписей с рекламой психотропных веществ. В борьбе с наркотиками, говорят повалдарцы, все методы хороши. Чиновники и правоохранители совместно организовали акцию по профилактике, направленную на главным образом на молодежь. Наша основная задача, как местных исполнительных органов, в первую очередь, это проводить профилактику, проводить с подрастающим поколением, с родителями, работу по тому, чтобы сформировать у нас четкое непринятие употребления, распространение или хранение наркотических веществ. Молодежь отправили уничтожать запрещенную рекламу. Методы те же, что и у злоумышленников. Вооружившись краской, студенты разъехались по всему Павлодару и закрашивали все надписи, которые хоть как-то указывают на психотропные вещества. В полиции, говорят, им оказали большую помощь. Сами сотрудники занимаются этим постоянно. И ежедневно при несении службы у нас и пешие, и автопатрули. При обнаружении таких наркографити, у них у каждого в автопатрулях находятся баллончики с красками, которые при обнаружении сразу же закрашивают их. Также с начала года я вам точно не скажу, сколько таких надписей было закрашено, но я вам убедительно могу сказать, что их было закрашено очень много. Вместе с тем в торговых точках города прокуроры разместили баннеры с информацией о телеграм-боте правоохранительных органов. Найти его можно по QR-коду. И уже перейдя в мессенджер, отправлять данные о распространении наркотиков. Любое сообщение важно. Артем Кливан, Станислав Кикин, телекомпания «Ирбис». После короткой рекламы вы узнаете, что ждет тех, кто не сдал декларацию о доходах и почему инвалид до сих пор мерзнет в собственной квартире. А еще о том, что Павлодарской художественной школе исполнилось 45 лет. Скоро вернемся в студию. Оставайтесь с нами. Хотите создать незабываемый вкус лета? Тогда вам в Кинзу. Это место, где пересекаются ароматы сочного мяса и уютная атмосфера посиделок. Обязательно насладитесь их фирменными шашлыками. Адрес улица Катаева, 24, дробь 1. Также действует самовывоз и доставка. Телефон 8701-916-59-52. 23 тысячи повладарцев не сдали налоговую декларацию о доходах и имуществе. В этом году отчитаться должны были индивидуальные предприниматели, учредители и руководители юридических лиц, а также их супруги. Что ждет тех, кто решил залечь на дно, расскажет наш корреспондент. В Павлодарской области на третьем этапе декларацию должны были сдать более 69 тысяч граждан, предприниматели, а также руководители юридических лиц и их супруги. За два предыдущих периода зарегистрировали 117 тысяч человек. Срок был до 15 сентября, однако порядка 23 тысяч жителей при РТЩе до сих пор не выполнили свои обязанности. На первый раз там предупреждение, если не сдает, на второй раз там штраф идет, 15 МРП. Но здесь хочу отметить, мы выставили уведомление о непредставлении отчетности. Неисполнение этого уведомления влечет в очень серьезные последствия. Если человек имеет банковский счет, его заблокируют. Если он как физлицо имеет платежную карточку, она тоже заблокируется. Декларацию можно представить на бумажном носителе и в электронном виде через кабинет налогоплательщика. Портал egov.kz, мобильные приложения банка второго уровня. Также можно обратиться за консультацией в налоговую. Артем Буланов, Александр Колесников, телекомпания Ирбис. Во втором квартале каждая казахстанская семья потратила на кафе и рестораны по 7300 тенге. Это на 3,5% больше, чем в прошлом году. А насколько дорогой в стране общепит, сейчас расскажет Александра Петрова. Она уже в студии и бизнес-новости продолжит наш выпуск. Саш, приветствую тебя. Ну так часто питаешься вне дома? Привет, Владимир. Готовить самой все-таки выгоднее. За год цены на услуги ресторанов выросли на 9,3%. Здравствуйте. Как сообщает Energy Promky Z, наибольшее удорожание отмечено в Карагандинской области на 16,3%. Наименьшее в нашей, Павлодарской, на 1,8%. А теперь сравним. Согласно данным международного рейтинга «Нумбеу», обед из трех блюд на двоих в ресторанах средней ценовой категории в Казахстане стоит 15 тысяч тенге. Это 31 место среди 99 стран. Дешевле всего питание вне дома обходится в Бангладеше и Пакистане. 4 тысячи 300 и 6 тысяч 145 тенге соответственно. Замыкают список Дания и Швейцария. Один поход в приличное кафе там стоит 53 тысячи тенге и 59,5 тысяч. Для многих повладарцев эти суммы – месячный бюджет на продукты. Вот такая статистика. Тем не менее, не экономьте на еде, экономьте на мебели. Сейчас есть отличная возможность обновить интерьер выгодно. Со скидкой 25% и в рассрочку в торговом доме «Мега». Там всегда большой выбор. Модели от современных до практичных. А главное, делая покупки в «Меге», вы гарантированно получаете комфорт и качество. Торговый дом находится на Е-177 в торговом доме «Практик» на цокольном этаже. Для подростков мода не просто одежда, а способ самовыражения. В «Глассман» знают, как важно девочке подобрать наряд, который подчеркнет ее очарование и индивидуальность. Лучшее решение – это школьная форма от «Глассман». Классика или кэжуал. Выбирайте модели и сочетайте стили, чтобы создать неповторимый образ. Сатпаева, 130, торговый дом «Сити-центр», второй этаж. Покупатели ждут с 10 утра до 8 вечера. А за зимней обувью всей семьей поспешите в салоны «Ральф Рингер». Ботинки и сапоги европейского производства покорят вам с удобством и качеством. Отличный вариант для любителей пеших прогулок и активного образа жизни. Действует рассрочка. Салоны «Ральф Рингер» расположены в торговом доме «Тулпар» «Бутик-221», «Артур-2», «Бутик-356» и в старом «Цуме» «Бутик-22». Также есть салон «Ваксу» в торговом доме «Агидель», «Бутик-22». И в завершении курс валют. В Павлодаре доллар стоит 490 тенге, евро 533 тенге, рубль 5 тенге 8 тенге. И у меня на сегодня все. Владимир. Спасибо, Александр. Продолжим выпуск. Сегодня ночью в Павлодаре ожидается снег с переходом в дождь. Гололед неизбежен. Между тем, в областном центре коммунальщики уже на старте. Технику готовили заранее. А зимой будут выставлять более 300 различных спецмашин. Каких именно, увидел наш корреспондент. К снегопадам и буранам, говорят в Павлодарском Акимате, готовые бригады будут работать в две смены с 7 утра до 8 вечера, а после заступают в ночь с 9 вечера до 6 утра. Особенно в сильный разгул стихии. На выполнение работ по мероприятию содержания улиц города Павлодара в этом году заключены договора с двумя подрядными организациями. Ежедневно в зимний период на уборку снега с улиц города выходят порядка 300 рабочих с привлечением 250 единиц техники. Для усиления работ по очистке и вывозу снега с дорог дополнительно также будет организован вывод арендованной техники. Это 50 автосамосвалов и 8 покрущиков. Работать будут по многолетнему опыту. В первую очередь вывозить снег с центральных улиц после старостепенных. Одна из главных задач – обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта. Между тем, уже в ближайшие дни ожидается гололед. К нему коммунальщики тоже готовы. На постоянной основе также у нас проводятся работы по посыпке улиц города противогололедным материалом. Сейчас уже подготовлено порядка 28 тысяч тонн песка. Снег, к слову, вывозить будут на городскую свалку. Проработали план и на противопаводковый период. Весной приступят к Рочейске улиц частного сектора Павлодара, наиболее подверженных к подтоплению. Артем Клеван, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Павлодаре в собственной квартире замерзает инвалид третьей группы. Она проживает по улице Бектурово. По словам неравнодушных людей, в доме холодно с самого начала отопительного сезона. А жалобы пока остаются без ответа. Сегодня соседи прислали видео в наше мобильное приложение. Свежая подборка прямо сейчас. Спонсор мобильного приложения – салон-магазин немецкой обуви «ДЕ» приглашает на новое поступление «Осень-зима». «ДЕ» – качество во всем. По улице Бектурово-109 проживает одинокая женщина-инвалид третьей группы. Нет отопления со дня включения. Не раз обращались в КСК, но ничем не могут помочь. Платят за ком-услуги ежемесячно. Долгов никаких нет. И вот лежит в теплой одежде. Прошу принять содействие. Спасибо Ирбису, аллею около Энео осветили. То есть теперь светло как днем. И даже вырезали все кусты около дома 107-5, по-моему. То есть бомжам сидеть негде. А вот теперь вопрос. А вот этот мусор будет здесь до весны? Зачем помойку устроили и не убирают? Первая городская. Ходить невозможно. Нужен тротуар. Сзади первая городская. Будем ходить не ему. Нужен тротуар. Вот забор подвинуть и сделать тротуар. Первая городская больница. Сделайте тротуар для пешеходов. Акимат. Куда смотрит? На кладбище вообще мусора. Возмодил. Не подойти, ни... Ничего не сделаешь. Примите меры. СПОНСОР МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ САЛОН-МАГАЗИН НЕМЕЦКОЙ ОБУВИ ДЕ Приглашает на новое поступление Осень-Зима. ДЕ. Качество во всем. САЛОН-МАГАЗИН НЕМЕЦКОЙ ОБУВИ ДЕ Приглашает всех, кто ценит качество и комфорт на новое поступление Осень-Зима. Стильная мужская и женская обувь от ведущих мировых брендов Рикер, Тамарис, Шойберг, Дина Ричи, Баден, Ральф Рингер и многие другие. С таким богатым выбором вы легко подберете обувь для любого случая. Если вы не знаете, что вам нужно, приходите. У нас это есть. ДЕ. Качество во всем. Улица Лермонтова, 60. Жителям частного дома не повезло в Павлодаре. Они единственные в городе, кому во вторник на весь день отключат электричество. Точные данные узнаем в коммунальной сводке. Пятого ноября в Павлодаре без света останутся жители домов в квадрате улиц Аймаутова, Малой Сары, Батыра, Якутская, Запорожская. По информации компании «Монополиста», плановый ремонт намерено проводить с 9 утра до полудня. А жильцам дома по адресу Кисловодская, 47, повезло куда меньше. Их дом единственный в городе, обесточат на весь день. Специалисты будут проводить ремонт оборудования с 9.00 до 17.00. Кроме того, во вторник с 9 утра запланировано отключение воды в двух многоэтажках по улице Целинная, а также в частном секторе от Малой Сары, Батыра до Щедрина. Восстановить подачу должны к 5 часам вечера. Причина – замена задвижки. 45 лет исполнилось Павлодарской детской художественной школе. По случаю презентовали выставку. В нее вошли более 100 дипломных работ выпускников разных лет и около 40 произведений педагогов. Общая экспозиция отражает многолетний творческий опыт коллектива. А подробнее расскажет наш корреспондент. Детская художественная школа была открыта в 1979 году. Инициаторами стали известные мастера кисти, такие как Ануар Игимбаев, Виктор Поликарпов, Ерсента Кирбасов и другие. С тех пор там обучают разным направлениям изобразительного, декоративно-прикладного искусства. И выставка получилась соответствующей. Работы выполнены акрилом, гуашью, акварелью, простым карандашом. Мы можем гордиться достижениями нашей школы, потому что наши выпускники, которые уже закончили детскую художественную школу давно, они достигли больших результатов. Многие из них являются также известными художниками, архитекторами и дизайнерами, которые воплощают жизнь в свои уже творческие проекты. На сегодняшний день в детской художественной школе раскрывают творческий потенциал 1250 детей с помощью 30 педагогов. Учащиеся регулярно участвуют в региональных, республиканских и международных конкурсах. К слову, в 2022 году школа получила звание лучшей организации дополнительного образования Павлодарской области. Азамат Айтхалин, Герман Сосновцев, телекомпания «Ирбис». А хору русской песни из города Аксу исполнилось 40 лет. Чтобы масштабно отпраздновать дату, коллектив стал участником проекта «Туган-кала». Благодаря голосам ценителей народного искусства победили. Поэтому устроили большую юбилейную программу. Ее участником был и наш корреспондент. Это последний событийный проект «Туган-кала» в этом году. Напомним, его инициатор группа «Ирджи» – «Точка яркая». 40 лет хор русской песни отмечает в новых сценических костюмах в окружении самых преданных поклонников творчества. Перед концертом в фойе Дворца культуры города Аксу устроили выставку «Поэтическую гостиную». Свой талант мог раскрыть каждый. В событийных проектах была очень суровая борьба между проектами. Голоса, мы думали, это очень просто собрать голоса. Оказывается, это было очень сложно. Но, слава богу, за нас проголосовало очень много зрителей, наших жителей города. Стараемся жить полноценной жизнью. Стараемся участвовать во всех мероприятиях. В репертуаре хора сотни народных песен, и каждая композиция в исполнении легендарного коллектива из Аксу звучит по-особенному. Песня грустная, широкая, маверная, и простая, и родная, и душевная. Девочки очень сплоченные. Коллектив дружный. Коллектив, преданный своему делу. Коллектив, который отвлекается на многие приглашения и предложения. Как много они поездили по нашей области. Приятно мне, как бывшему учителю, и то, что они большое внимание уделяют детям, ездят в детские дома. Разделить праздник приехали и коллективы из Павлодара. Подготовили музыкальные подарки. А хор русской песни продолжит свой творческий путь. Намерены устроить гастроли по всему региону. Азамат Эйтхалин, Герман Сосновцев, телекомпания «Ирбис». В поселке Майкаин завершился турнир по волейболу. В нем принимали участие команда из нескольких городов. О результатах расскажет мой дорогой коллега, ведущий спортивных новостей Артем Буланов, который уже находится в студии. Приветствую тебя. Вперед. Приветствую, Владимир. Здравствуйте, дорогие зрители. Золото выиграла команда из города Кос-6. Серебро у коллектива из Ерементау. И бронза за столичными спортсменами. Отлично. А еще больше новостей спорта через мгновение. И даже не вздумайте переключать. Мама едет. Не волнуйся, дорогая. Давай закажем пироги в пироговой лавке. Субтитры подогнал «Симон»! 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 На своем пути спортсмен был сильнее оппонентов из Украины, Армении и Азербайджана. Также стоит отметить, что на торжественном открытии соревнований Джанар Беку выпала честь нести флаг нашей страны. А в Павлодаре болельщики увидели 8 забитых шайб. Иртыши Алматы устроили голевую феерию во второй игре серии. Хоккеисты из Приртышья были в шаге от победы, но подопечных Евгения Штайгера подвела дисциплина. Алматы проспало начало второго матча с Иртышом и позволило соперникам повезти в две шайбы первый гол на счету Арслана Ямалова. Следом точным броском отметился Филипп Кнауп. Однако далее наставники коллектива из Южной столицы нашли нужные слова и вернули своих подопечных в игру. В составе гостей по три балла заработали Станислав Тонхузин и Владислав Туник. У нас нет игроков обороны. Где их брать непонятно. На рынке просто пустой по защитникам. Ну и я думаю это все равно связано с тем, что у нас некоторые люди чувствуют себя более чем уверенно, что они в составе. За две минуты до финальной сирены нападающий Иртыш Аниас Абдрашитов установил на табло окончательный счет поединка 3-5 в пользу Алматы. Передил павлодарской команды выезд в Атерау. Павлодарец стал чемпионом международных соревнований. В Катаре завершился один из крупнейших в Азии стартов по Тайквондо. В этом году на Даяне бились более тысячи участников из 38 стран. Традиционно победители назвали в трех возрастных подгруппах среди юниоров, молодежи и взрослых. Павлодарцы Данира Касымжан, Егор Шептифрац и Камилай Мукашева были представлены в каждой. Успеха добился Егор. На пути к финалу наш спортсмен провел четыре боя. В решающем борьбе за золотую медаль выиграл соперника из Алжира. Тем временем мастера спортивной акробатики провели заключительный старт сезона. В Павлодаре назвали победителей Кубка и Чемпионата Казахстана в категории сеньоры. Домашний старт для павлодарцев прошел феерично. В Кубке наши акробаты завоевали три из пяти золотых медалей. Статус фаворитов подтвердили женская и мужская группы, а также пара Анна Глотова и Елизавета Кахнович. Правда, в чемпионате, где уже награды разыгрывались в отдельных упражнениях, победительницам всемирных соревнований пришлось поделить пьедестал с главными соперницами. В женских парах у нас соперничают две пары. Это Павлодар и Караганда. И они не уступают друг другу. Одна пара первая в балансе, Караганда в динамике. Поэтому также и в мужских парах у нас хорошее соперничество. Ну, конечно, карагандинская мужская пара, она везде первая. Чемпионы мира, самая титулованная пара, карагандинцы остаются вне конкуренции. Наш молодой состав Захар Базилевич и Ильяс Мухтасара в каждом турнире вторые. Они стали обладателями трех серебряных медалей для участников Кубка и Первенства. Национальные соревнования в категории сеньоры были итоговые. По их результатам тренеры обновили состав сборной Казахстана. В следующем году главными для акробатов стартами будут Всемирные игры и чемпионат Азии. Новости спорта подошли к концу, но мы не прощаемся. Да, сейчас у нас уже традиционные информационные блоки. Это факт и дословно. Новости спорта подошли к концу, но мы не прощаемся. Новости спорта подошли к концу, но мы не прощаемся. В автобусный парк города Аксу требуется Механик со стажем, водители с опытом работы категория D, контролеры, кондукторы, автослесарь. По всем вопросам обращаться по номеру 8-775-69-68-666, адрес город Аксу, улица Жильтоксан, 5Б, автобусный парк. В ТОО города Аксу требуется водители на автокран 25 тонн, водители на автотралы, бригады каменщиков, разнорабочие. По всем вопросам обращаться по телефону 8-747-677-76-96. Вот таким был сегодняшний день «Запомните его». Для вас в студии работали ведущие Владимир Чубенко, Артем Буланов. К этому часу у нас все. Смотрите лучше, читайте первыми. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова